это вот сегодня у нас 16 должно быть июля это вот пятый дом улица имени марии лапкиной здесь был виктор николаевич савченко вот там у него еще 33 палоса все ловить то некому вот все заросло сейчас уже сколько мы до обеда пробрали но все еще такое не до конца и там большой куб сделали конце куда ложим траву вот так здесь счетчик а сколько его счетчики то кто знает так все заросло без хозяина как говорят и дом сирота но тут все заколочено труба там высоко высоко в небе коршун и вот здесь зайти вот какая выше человеческого роста на метр наверное крапива вот я иду со своего роста сарай его насколько не видать вот здесь еще начинали подпертая избушка на клюшку и заморщик висит вот она старого какая почти под крышу подпирает ничего себе дожди у тебя сейчас иду вот тут какой-то сараюшка у него было сейчас тут лебеда там видно в окошко сколько котик серый к нам приходил питался сейчас вот насколько выше вот я показываю уровень головы а это выше уже даже иду я на уровне глаз держу аппаратуру и углярку не видать вот она под ногами шифер оказался какой зачем спросить некого вот володя тут выпирается то черемуха черемуха вот сколько уже пробили вот напротив дома диакона володя тут хлешится ну а там что там юрга а куда у меня фотоаппарат деле брал нет я нет а он же у вас там висел на заборе я вам туда его вешал тогда не знаю тогда не знаешь фотоаппарат где серёжа где вообще-то я его не вижу принеси его ко мне я посмотрел его не видать вот сегодня даже мы пробиться туда вот где еще не трогали какая крапива там сергей пошел искать фотоаппарат нашел да я не мог найти он был пакете спасти христос я про пакет даже не вспомнил ну что давайте дальше убираем вот это смородина какая-то у него тут мелканька мелканька мелканьки ну и здесь тоже чуть-чуть но теперь она может на солнышке быть это выше в два раза кустов было а теперь вот что-то получше тут липа цветет у нас четыре липа были тонкие высокие мы спилили еще много клубники вот под ногами все это надо убирать там пень железо иначе пал пойдет пал это огонь вал и все сгорит дом а сгорит дом так куда же он вернется тогда так и останется на чужбине горевать вот отсюда видно сарай там какой-то пузырь лежит там дальше береза еще интересный год совершенно черевых и нет ни одной ягодки ни у кого то ли так это что-то а другое наоборот клубника нынче много сырости замечательный вот пила какая сломалась у него и он ей пилит крапиву это усадьба вектора савченко сергей пупков видишь как косит вот пробили уже до самого туалета смотри только не воткни в деревяшку сразу сломается потихоньку тут какие-то ямы в огороде тут фундамент железобетонный посмотри Володя фундамент тут а тут Володимир пащенко губит эту красоту а крапива полтора роза выше роста человеческого вот она и все такое было уже почти пробили до дому вокруг дома с той стороны половина там было выбрано сейчас дальше пойдут ну сегодня у нас понедельник кажется 16 это июля восемнадцатого года вот шифер лежит много шиферу ну еще сказать тут ну как много-то раз два три четыре пять шесть семь новых шиферим знаем где шифер вот сейчас крыжовник тут начнет поспевать крыжовник там смородина ну а там мы большой куб сородили куб называем трава вот такая там места она не занимает там еще не было потом она гниет перегной и очень удобно там делать курицы не лазит вверху лунки земли насыпать под ними салфантом рубероид чтобы вода не утекала и пожалуйста загораживать даже не надо ну вот чтобы не загорелось а было куда возвращаться Виктору Николаевичу брату нашему с семьей решили сегодняшний день посвятить вот и шкальским трудом все это дается хозяин-то был бы так он бы сам тут что-то сделал Сергей Павлович старается вот туалета туалет там там крыжовник хороший будет ну это юрга большой куст посредине оказался клен мы его вырубим оттуда вот как а ну-ка пробей несколько ударов Виктор Николаевич не обидится что мы тут ему порядок наводим потому что осень это все засохнет искра одна и не задержать а так голая земля дальше мы не пойдем по огороду у нас силы нет но уже который был для дома обкапшивать пятый наверно по счету ну где Никита там был и сам где живет два у меня три у Надежды Васильный четыре который угловой там пять саманную шесть вот это вот у Виктора седьмой дом он обкашивает я не могу мотор не тянет сердце останавливается много хорошего было с Виктором Николаевичем посмотри что он чиркнул там глянь осторожно там рельсы много-много было хорошего поездки мята растет мята пускай растет может быть он приедет нынче чаю попьет будет угощать семью вот она а тот полынь сейчас около себя поставь ее около себя вот она какая полынь его там полтора Володи запах какой? запах чудесный а вот эта мелиса растет рядом вкус настоящий а это даже не знаю что-то нет это не мелиса не мелиса? это этот как он? мятный? мятный мятный а это как называется не знаешь? нет вот эту поставь рядом полынь? ну вот эта-то она как полынь но только а ну да это другая ну там она дальше прямо под потолок вон там поставь вот она и видать куда под балку подходит дожди идут все прет из земли почти все стаскали уже туда в поте леса есть хлеб это райская заповедь выполнена в район она была заповедь это сегодня день такой маленький как бы хмарь какая-то высоко-высоко перистые облака ну даже не видно тут и ветерок маленький не так жарко двор очистили это сажа это машина Володя плотненько Володя говорит ты прорубись хотя бы на ступню как сарай-то пройти уже закончили второй час идет это до обеда после обеда уже будем на саманном ну как же трудно пробиться очень даже без Володи тут ничего бы не сделали главная движущая сила дядя Вова мы с тобой вот это рядом ромашка не надо покупать бери сколько хочешь ща тебе тут же липа липа цветет только а тут мощные мощные березы тебе тут и веник если хочешь что угодно ну в те годы то тут не было так комарья столик там отдыхаю в прохладе шелестящие листья японцы знаю пользу от этого лезут в город отработала чтобы ни о чем не думать то есть все чужое а здесь нет вот она заболела скотина она переживает дождь пошел а уже скосили гниет переживает переживает это значит хочется повлиять а повлиять никак только молиться вот он Володя бьет они вот-вот начнут сохнуть тогда вообще не пройти вот куда сила уходит и дурь то всякая не так быстро подойдет вот почти уже рядом где-то чтобы стараться зайти как воробьи еще они тут находят на сирене это говорит сирень окружили то есть щелимкает лисовка до обеда как промнется человек все свое каждая дощечка она дорогая и близкая ласточки щебечет рядом видите как прорубает тут-то уже все прошли пробушки лесенка все меньше метра в воде пробиваться как машина работает он бьет за счет того что бьет тут косить-то трудно она тяжелая а он бьет и бьет и бьет без передыху вот там Федор Миряненко колотит шину чтобы удар был сильный кому-то нос переломить какие они деньги-то твои верующие или Федор там коняков никого нету медузам проповедовать на лодках священникам рука положили смех один вытворяет охлобыстин смотреть и все как будто кто-то пьяного хлобыстинул через борт где уже там все закончил теперь отсюда туда нести вокруг дома все там Володя тебе осталось полметра крапива вот она как крушится вот так некогда тут разбираться с женами вот он пошел ничем не занятая душа хорошая кузница сатаны Марсин Лютер что там такое внизу-то лежит у тебя все вот Виктор увидит все это да как он строил тут натоскуется наплачется дом ждет давай подругу свою под руки ребятишек заборачивай и домой все готово Алтай ждет тебя видите Володя тут все друг другу обязаны должны работать это не за деньги а если бы по энергии судить так Володя сегодня на год заработал вот тут дальше что у него похоже заколочено в замок висит о я не видал никогда тут ну все дальше не надо так видно что кто лазил подожди ка подойду поближе ой Виктор Николаевич там это маленько вырви чуть-чуть чтобы кошки могли залазить там вручную Сергей говорит двери он делал ты делал давай там туда травинки убрать даже до одной травинки на входе чтобы кошки могли лазить ну все заглядывает я Виктору Николаевичу расскажу что ты заглядывал овечек там нету курочек нету ну все пошли заворачивай идем домой забирайте свой инструмент там у нас шарик пролезет не то что кошка шарик пролезет в дырку там щедрый хозяин вот оно как все дорогой Виктор Николаевич дорогая Яна милости просим все готово травы склонили голову перед вами что-то еще толкутся